Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Алексей Носовский, я руководитель юридического отдела международной компании iWorld. Планируете посетить Испанию или Францию в качестве путешественника? Или у вас запланированы бизнес-переговоры? Тогда обязательно досмотрите видео до конца, так как я поделюсь собственными наблюдениями и советами о повседневной жизни и этикете в этих странах. Я часто нахожусь в рабочих поездках по государствам Европы и Ближнего Востока, а особенно задерживаюсь в странах, чьи миграционные программы мы предоставляем. За это время мне удалось не только познакомиться, но и изучить местную культуру этих государств. Как происходит деловая коммуникация в Испании и во Франции? Статистика ведения деловых переговоров в Испании нединамична и часто может выйти за рамки главной темы встречи. Подготовьте визуальные материалы и презентации. Обязательно постарайтесь наладить дружескую, но рабочую атмосферу. Дурным тоном считается назначить встречу или переговоры во временной промежуток между 12 и 16 часами. Данный период времени относится к знаменитой сиесте. Во Франции принято назначать встречи с 11 часов утра. Французы очень вежливы и учтивы. Со стороны может показаться, что они не принуждены в разговоре, но на самом деле они готовы в любой момент включиться в переговорный процесс и добиться для себя максимальной выгоды. Также будьте готовы к долгим обсуждениям и пристальному вниманию к деталям. Скорее всего окончательное подписание контракта может произойти в отдельный день. Обсудим привычки и менталитет испанцев. Они весьма медлительны. Подобное проявляется не только в работе и в принятии решений. Например, отправившись за продуктами, вы можете застрять на рынке, общаясь с продавцом, которого вы видите впервые. При этом за вами может собраться маленькая очередь. Все потому, что испанцы открыты к общению, искренне и не стесняются проявлять свои эмоции. Кстати, в Испании очень хорошее качество продуктов, особенно местного происхождения, поэтому обратите внимание на рынки. А еще многие магазины закрываются на сиесту с 14 до 17. Планируйте покупки заранее и не удивляйтесь, если в это время будет большинство мест закрыто. Испанцы всегда громко и эмоционально разговаривают. Особенно это заметно в кафе, где буквально за каждым столиком происходит оживленная беседа. В Испании привычка поздно ужинать. Примерно после 21.00 собирается вся семья, родственники и близкие друзья за общим столом. Нередко в такой поздний час происходят концерты или уличные праздники, фестивали в городах. Рекомендую аккуратно обсуждать исторические темы, иначе вы можете попросту ненароком обидеть собеседника. Все потому, что испанцы в большинстве патриоты своей страны и особенно региона, откуда они родом. Это связано с историческим и культурным развитием испанских провинций, некоторые из которых пользуются широкими правами автономии. Какие привычки и менталитет французов? Они очень вежливы и дружелюбны. Приведу пример. Представьте, вы находитесь в ресторане с компанией коренных французов, и ваши блюда не принесли вместе с остальными. Во Франции правильно предложить другим приступать к еде, не дожидаясь вас. Если вы попали в противоположную ситуацию, когда ваш заказ принесли первым, и вы хотите приступить к нему незамедлительно, необходимо спросить разрешение и объяснить это тем, что вы сильно голодны. И пока не получите одобрение, не стоит начинать кушать. Французы ценят личное пространство и приватность. Уважайте это. Не вторгайтесь в личную жизнь собеседника без необходимости. В общественных местах, например в транспорте, старайтесь вести себя вежливо, не привлекая внимания, как это любят в Испании. Французы очень свободолюбивы и являются истинными патриотами нации, культуры и государственных символов. Исходя из собственных наблюдений, я бы назвал французов людьми, которые всегда имеют четкий структурированный план. Они трудолюбивы, но при этом с радостью проведут уикенд в компании друзей или родственников. Посетите Испанию и Францию, чтобы на личном примере познакомиться с культурой и обычаями этих прекрасных стран. Для этого заполните заявку на сайте iWorld, чтобы детально подготовить и реализовать ваш переезд с миграционным специалистом нашей компании.